Спонсор рубрики Фотосафари Центр. Профессиональная печать фотографий и изготовление фотокниг. Если вы никогда не видели обезьяну с большим носом, значит вы не были на острове Борнео. Только здесь обитают обезьяны-носачи. Причина симпатии к здешним местам простая. Они не едят ничего, кроме совершенно конкретного вида мангровых листьев, которые можно найти только тут. А вот зачем самцам такой колоритный профиль, вывод ученых неоднозначен. С одной стороны, чтобы нравиться противоположному полу, с другой, чтобы иметь солидное положение в обезьяньем обществе. Размер носа указывает на статус обезьяны в стае. Чем больше, тем выше. Поездка на осмотр этих обезьян представляет собой следующий вариант. То есть приезжают, сажают вас на лодочку и везут вдоль реки. То есть эти обезьяны, они живут только вдоль рек, кушают листья. То есть ни банана, ничего они не едят. Их очень трудно увидеть. Они постоянно находятся в листве. Вот, ну, кое-как там поснимал. Среди выдающихся достопримечательностей Юго-Восточной Азии – гора Кинобалу. Гора высотой чуть больше 4000 метров. Среди ее покорителей есть как 9-месячный ребенок в сопровождении папы, так и 83-летний житель Новой Зеландии. Массовое восхождение на Кинобалу никого не удивляет. Двухдневное, во-первых, восхождение. То есть день поднимаешься, встречаешь рассвет, потом опускаешься. Гид, который нас возил туда, он нам рассказал, что очень много случаев люди, поднявшись на вершину, перелазят через ограждение, то есть через которое это, в общем-то, делать нельзя. А так как темно, то есть и падают вниз. У подножия Кинобалу есть своя парковая территория. И если повезет, то в экваториальных джунглях можно увидеть самый большой в мире цветок – рафлезию. У нее отсутствуют корни и листья. Этот цветок – паразит, живущий за счет особого вида лиан. Чем он интересен? Он растет 6 лет до того, как стать цветком. И потом в течение 6 дней его жизненный цикл заканчивается, то есть он превращается в труху. Нам сказали, если вам повезет, когда мы ехали, то вы увидите этот цветок. Увидеть чудо-цветок в природе – большая редкость. Но кроме удачи, говорит путешественник Павел Поцелуев, всем любопытным понадобятся еще и деньги. Предприимчивые малазийцы за цветочное шоу требуют 10 долларов. Фермерская семья, и вот они выставляют, у них расцвел цветок, они на дороге выставляют плакат, то есть есть цветок. Основа островной экономики – бизнес на туристах. Поэтому, отправляясь в Малайзию, следует быть готовым к тому, что помимо запланированных трат придется раскошеливаться еще и на многочисленные экологические сборы. С другой стороны, финансовый плюс – расходы на питание. Вкусно пообедать или поужинать в ресторане на экзотическом острове в среднем обойдется в 150-200 рублей. Пап, что делаешь? Фотографии, сын. Ха, вчерашний день, меня в шалотиске! Не расстраивайся, сынок, я же все напечатал. Сам? В фотосалоне. Фотосафари-центр. Блеханова 5А. Ха-ха.